Сегодня мы начнем занятия с обсуждения. Мы обсудим разницу между двумя позициями и подумаем о них. Первое это «не знание, это блаженство». Такой подход напоминает принцип действия системы 1. Его можно рассмотреть через призму эвристики и склонностей. С другой стороны, существует противоположная позиция. Не исследованная жизнь не стоит своего существования. Это ближе к системе 2, критической и вдумчивой. Пожалуйста, поразмышляйте над этими двумя утверждениями. Пожалуйста, поразмышляйте над этими двумя утверждениями. А потом мы обсудим с вами их и двинемся дальше. Если с вами происходит что-то плохое, или вы исследуете различные аспекты жизни, не только своей, и не только что-то хорошее, то, знаете, хорошие вещи, которые случаются с вами, кажутся еще лучшими. Это делает нас поверхностно счастливыми. Но если мы идем дальше и развиваемся, то это придает большую глубину чувствам. Мы можем ошибаться в наших решениях. С одной стороны, можно прожить жизнь довольно легко. А вот с другой стороны, принять лучшее решение. Я согласен с Дэнни Каннеманом. Следует выбрать несколько сфер для совершенствования себя в них. Кто из вас считает, что незнание блаженства? Не опускайте руки. И, пожалуйста, перейдите на вот эту сторону. Остальные перейдите на противоположную сторону. В мире существует зло и также существует добро. Нравится нам это или нет? Как же бывает так, что можно не хотеть знать, что есть чем? Что может пойти не так, как нужно? А что может пойти как нужно? Что возможно и невозможно? Незнание и счастье лучше, чем знание и несчастье. Мы узнали о подтверждающем предубеждении, об эвристике доступности, работе с системой 1, и это есть основой расизма, сексизма и ярлыков, которые мы создаем и навешиваем на всех людей. И с этим справиться может только лишь система 2, которая позволяет все переосмыслить и привести к изменениям. Нам нравится считать, что мы гораздо умнее, чем это бывает на самом деле. Можно искренне в это верить, но на какие же данные мы опираемся? Откуда мы знаем, что эти данные правдивы? Какие у нас есть доказательства? А теперь всех, кто находится на этой стороне, я попрошу подняться. Вы также вставайте и поменяйтесь местами. Вам будет приятно от знания того, что кто-то может исправить ваш ответ, предоставив вам другую привязку. Это знание сделало меня менее счастливой. Я была бы более счастлива, если бы не знала о существовании привязки. Да, была бы значительно более счастливой. Лучше бы я не знал, что люди мной манипулируют и подталкивают к определенным решениям. В четвертом эпизоде даже Дэнни Каннеман сказал, что этот курс ничем нам не сможет помочь. До начала этого курса я была полностью удовлетворена своей жизнью. Если прислушиваться только к системе 1, то мы будем допускать ошибки. Решения будут быстрыми и не всегда будут решать наши проблемы. Дэнни Каннеман является одной из самых больших жертв системы 1, потому что его мнение, что этот курс не улучшит наше мышление, опирается только на его опыт и не обращает внимания на достижения этой отрасли. И он не хочет слышать мнения, которые отличаются от его суждений. Очень важно знать, что происходит в наших головах, даже если эти процессы нам не подвластны. Субтитры создавал DimaTorzok